Спасибо большое. Непростой матч получился. Счет 1-0, который до последнего момента держал в напряжении, потому что любая ситуация, которая у наших ворот возникала, нельзя сказать, что соперник создал много голевых ситуаций. Были удары дальние, было несколько прострелов опасных, но все равно понятно, что когда ведешь со счетом 1-0, играя дома, и очень важно в такой ситуации, конечно, забить было второй гол, для того, чтобы чуть-чуть в более спокойное русло перевести характер матча, именно чтобы он дальше протекал в более уверенном, скажем так, игровом режиме со стороны нашей команды. Но, наверное, нужно уметь и такие матчи выигрывать, где, скажем, мы забили один гол, возможно, во втором тайме чуть-чуть нам не хватало остроты впереди в завершающей фазе, но, опять-таки, важно понимать, что команда «Минск» молодая, задорная, амбициозная. Средний возраст ребят достаточно молодой, и нет давления определенно на этих ребят, они играют в свои удовольствия, есть определенный уровень мастерства. Поэтому в какой-то степени я доволен сегодня тем, что мы не позволили сопернику много создать голевых ситуаций, довольно надежно в обороне сработали. Исполнительское мастерство душа на Бакича в первом тайме – отличная комбинация. Мы между линиями нашли брешь в обороне соперника на правом фланге и вскрыли оборону соперника, забили гол. Благодарю свою команду за самоотдачу, за игру, за характер в непростом поединке. Минску желаю успехов в дальнейшем, но мы идем дальше. Коллеги, будут ли вопросы? Встречник Алексей, белорусский футбол. Сегодня много моментов в атаке команда не реализовала. Почему так не везет с этим в последнее время, и как будете бороться? Скажу так, что в первую очередь найти какой-то рецепт решения проблемы с реализацией – это самое сложное в нашей работе. Естественно, что здесь очень многое зависит от хладнокровия футболиста в том или ином эпизоде. Конечно же, мы ждем чуть-чуть более уверенных действий в завершающей фазе от Владислава Морозова, который в первом круге достаточно высокий уровень в этом отношении имел реализацию голевых ситуаций, поэтому и является одним из лучших бомбардиров нашего чемпионата. Душан Бакич, я думаю, что подтверждает свой уровень как завершитель, именно как нападающий. Поэтому, конечно, это работа и психологического характера, где футболистам надо говорить, что в таких ситуациях надо просто хладнокровие проявлять, не надо суетиться, надо просто распорядиться моментом. Поэтому есть тренировочные занятия, где мы посвящаем определенную работу над завершающей фазой, в тренировках, упражнениях определенных, где именно в близости ворот мы стараемся завершать, для того, чтобы футболисты чувствовали исполнительное мастерство и вот этот гол, который они забивают на тренировках, дает им определенную уверенность. Ну и плюс еще вот этот психологический момент. Поэтому в целом мы как бы надеемся на то, что вот эта уверенность, которая приходит к команде с каждой победой, с каждым результатом, будет в дальнейшем где-то чуть-чуть раскрепощать нас в этом отношении. В первую очередь это вопрос не по сегодняшнему матчу, да, это можно обсуждать, я думаю, в других каких-то моментах. Я думаю, что не стоит сейчас комментировать это, я сам это только сегодня прочитал. Я думаю, что мнения разные будут, но если кто-то хочет мое мнение услышать, то я это сделаю в другом месте.